Друзья, всем привет! Жук и Виталий на связи! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Давайте посмотрим, что у нас с вами происходит на графике криптовалют. На самом деле, ничего сверхъестественного я тут не вижу, но довольно многие волнуются, особенно по ситуации, которую сейчас начали очень часто муссировать с лонгами и шортами. Давайте посмотрим, что нам сулится, соответственно, немножко поговорим о риск менеджменте. На данный момент, после предыдущего пампа биткоина, на низах которого мы закупились, я хочу обратить на это внимание, мы с вами наблюдаем боковое движение, немного нисходящее в рамках бычьего сетапа. Но тут стоит обратить внимание на то, что данное боковое движение у нас с вами преломляет глобальную линию нисходящую, которая строится по фракталам всех глобальных хаёв. И да, действительно, кто... Будешь со мной рассказывать, что у нас происходит? Что ты хочешь им сказать? Это моя красота. И да, друзья, здесь определенно надо обращать внимание на то, что количество контрактов, которые у нас стоят в шорт, значительно ниже, чем количество контрактов, которые у нас стоят в лонг. А именно 24 тысячи контрактов в шорт против плюс-минус 36 тысяч контрактов в лонг. И в данной ситуации вполне логично отталкиваться от того, что раз у нас так много лонгов, надо обязательно им подрезать стопы. Но, друзья, хочу обратить внимание на то, что данная ситуация – это не закономерность, и так бывает абсолютно не всегда. Да, действительно, довольно многие там приводят примеры, подобные ситуации. Но, как правило, эти примеры, они тоже вырваны из контекста, и, ну, действительно, не всегда так происходит. Тем более, здесь я хотел бы обратить внимание, что всё же мы с вами преломили глобальную нисходящую линию. Ложный ли это пробой или подтверждение фазы накоплений, нам ещё всё-таки предстоит узнать. Однако, всё же я рассматриваю бычий сценарий по ходу к уровню 3900. Вероятнее, перед реализацией этого сценария нас немножечко опустят. По крайней мере, так должно быть в рамках технической ситуации. Но мы с вами должны не забывать то, что криптовалютный рынок всё-таки очень сильно спекулируемый. И здесь я хотел бы поговорить о риск-менеджменте. Если у нас с вами будет ситуация, в которой у нас реально будут срубать стопы и показывать нисходящее движение, то я вижу логичным на уровне 3600 по биткоину выходить из позиции. Напомню то, что точку в ходу, которую я давал по биткоину, была на уровне 3400-3450. Поэтому, в принципе, какой-то плюсовой процент от этой сделки будет. Плюс всё равно это движение при пробое 3600 нас будет отправить опять же к уровню 3400. Там, конечно, будем смотреть, но вероятнее всего на этом уровне опять может произойти, так как это будет нижняя граница глобальной фазы накопления. Но это всё-таки план B. Для меня план А – это поход к уровню 3900. Во-первых, у нас бычий сетап, во-вторых, сейчас начинают закрадываться очень многих сомнения. А будет ли оно так? И действительно, когда говорят о том, что сейчас вся толпа ждёт уровень 4000, это неправда. Толпа сейчас очень сильно напряглась и очень в этом сомневается. Что касается ситуации по эфириуму. Для начала, на бирже, на которой я торгую, ссылку на неё вы можете найти в описании, я увидел то, что по эфириуму опять начали делать вертолёт. Кстати, довольно интересная штука. Я вам очень советую у Алекса посмотреть видео по этому поводу. Кто Алекса не знает, рекомендую подписаться на его канал. Называется канал HODL. Ссылку на него вы найдёте в описании. Я у него своё время интервью брал. Ну и вообще, парень, шарит в крипте. Я действительно вам рекомендую. Он как раз вот рассказал про то, что на эту биржу добавили стейблкоин от братьев Винкл, Волс или как-то так, сложная фамилия. И как за этот стейблкоин, а не за бесценок, скупают криптовалюту. Очень классная вообще тема. Я вам реально рекомендую посмотреть. В общем, по эфиру мы с вами видим плюс-минус такое же движение, но оно у нас более восходящее. Причина этого, я думаю, заключается всё же в фундаментале. Если мы с вами, опять же, будем сейчас наблюдать срыв стопов по битку, соответственно, надо быть готовым, то что эфир тоже у нас могут палить вниз. Напомню вам то, что первая точка закупа по эфиру, которую я вам рекомендовал, была 105 долларов. Пока что я считаю, что его надо держать. Единственное, если у нас польётся актив, то где-то на уровне 116 долларов его следует продавать, потому что там будет опять отката в уровень 109 плюс-минус. Но всё равно это всё же вариант В, потому что когда рассчитываешь на лучшее, будь готов к худшему. Этот выпуск я записал для того, чтобы обознать, что даже учитывая то, что на данный момент у нас с вами есть бычье настроение, надо всё равно определить для себя уровни, на которых стоит выходить. Надеюсь, был вам полезен. Делитесь своим мнением в комментариях, поддержите выпуск лайком, а если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова